Закон, охраняющий достоинства. Книга Второзакония, 25 глава, с 1 по 10 стих. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их, правого пусть оправдают, а виновного осудят. И если виновный достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе. Смотря по вине его, по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред глазами твоими. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле. Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам к старейшинам и скажет «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин и снимет сапог его с ноги его и плюнет в лице его и скажет «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему». И нарекут ему имя в Израиле «Дом Разутова». Размышления. Часть первая. Правосудие Бога. Книга Второзакония. 25 глава. С 1 по 4 стих. Бог хочет, чтобы его народ был справедливым и мирным сообществом. Но из-за того, что люди грешники, между ними неизбежно будут возникать конфликты. Поэтому он дает указания, как решать тяжбы между ними. Вопрос нужно представить судье, который вынесет решение. Он имеет право приказать бить виновного, но тому можно дать не более 40 ударов, потому что большее количество будет унизительным. Бог проявляет заботу об израильтянах, устанавливая судебную систему, в которой невиновный будет оправдан, а достоинство виновного не пострадает. Правосудие и наказание за грех – удел Бога, потому что Он есть судья всего. В каких случаях вы, осуждающие, относились к людям? Как вы можете с достоинством относиться к любому человеку, несмотря на его прежний опыт и совершенные им поступки? Этим древним израильским законом Бог показывает заботу о родословной избранного им народа. Если израильтянин умрет, не оставив после себя потомство, то его брат должен взять жену умершего себе в жены и зачать с ней ребенка, чтобы род его брата продолжился и его наследие сохранилось. Если же брат откажется исполнить свой долг, вдова должна снять с него сапог и плюнуть ему в лицо, говоря этим, что он публично опозорил семью. Забота друг о друге – общественное дело, которое может как потребовать от человека определенной платы, так и доставить ему неудобства. Пусть у нас всегда будет желание помогать друг другу, когда это необходимо. Чем вам приходилось жертвовать ради других людей? Чем вы можете помочь пострадавшему ближнему? Молитва дня Дорогой Господь, Ты покрыл мои слабости и одел меня в праведность Христа. Помоги мне показывать Его благость и славу во всех моих делах, и дай мне силу покрывать слабости других. Во имя Его